всем привет у нас телятки гуляют на улице похолодало у нас но ненадолго вроде бы говорят что опять меня все облепили то боже мой что такое граф красавчик у нас у бочки тут случилась авария у нее отвалился один рог не знаю то ли она его так чесала где-то вот видите справа нету рога подряд растет еще не знаю там ну как получается как кожура с него это слезла кто-то прискакал гектор ты что-ли что меня короче мелких снимать невозможно они не стоят на одном месте эй да да облепят тебя всего вортик с руками откусишь куда бы я не пошла они все за мной вот хотя бы так что такое бочка бусинка ты у нас теперь единорог да и теперь единорог бедненькая девочка на рога я поросюшек наших на я начала подкармливать травкой зелененькой вот они с удовольствием едят чего все ты уже не отбираю все съела вот справа которая свинка она самая наглая она не дает ей есть вот смотрите отгоняет ее постоянно вторую вот такая вот наглая свинья вкусненько еще сочная травушка свеженькая ты чё дерешься сама поела другим да нет ты что охраняет свою траву ты посмотри на нее надо им это две большие кучки разные накладывать это стоит смотрит так вот ну значит и первая на шашлык пойдешь просто ты такая наглая ешь одна больше всех у нас уже должна была быть тут на днях вид обработка весенняя скота ну вот эта вакцинация все вот ну что ее перенесли но попозже подождем до гердочка ты готова к уколам новым чтобы тебя кровь брали о это будет весело да ты же боишься страшно ну что поделаешь придется вот смотрите вот эта земляничка у нас которая здесь видимо росла тут скорее всего грядка была и вот она вся вылезла вот ее я буду аккуратненько подкапывать и на наши грядочки переносить со временем все так сережа доделывает сейчас рассадник мне чтоб капусту посадить то осталось еще на крепление сделать чтобы все это открывалась закрывалась удобно и в принципе можно будет я думаю сегодня я уже ее посажу наконец-то что-то так подумала подожду наверно пока погода немножко стаканится хотя бы ветер поменьше будет вот потом посажу туснок сносит возможно ничего делать вещь вообще ужасно плодный такой прям сережку докрутил окна на петли вот пока кирпичики сверху положили пока крючки еще не сделано чтоб а то ветер такой сильный может вырочь и вот стекла все разбить что у нас погода немножко наладилась последние дни но только ветерок еще видите он челка моя шикарная вся топорщица и вчера у нас было жарко уже и мы в общем занимались опять огородными делами сейчас покажу что сделали итак мы доделали грядки с клубникой значит ну то есть мы на навезли землю сюда это прям чистый чернозем перегнивший рядом у нас там куча лежала старая не наша которая наш еще свежий наш еще не перегнил его еще очень долго ждать вот и мы заполнили этим черноземом вот эти грядочки вот эта клубника вся которая здесь посажена это взята вот с нашего участка которая разбросанная где-то была вот мы выкапывали и поделили ее ну то есть по кустикам в общем вот так вот ее рассадили вторую грядку мы решили пока не заполнять мы на днях поедем в район вот как и говорила хотим попробовать взять купить то есть если там привезли сортовую клубнику сколько кустиков мы сможем купить не знаю пока вот и посадим ее вот на эту грядочку остальное уже дополним точно такой же вот клубник из участка кстати ребят на многие написали что клубники здесь для клубники здесь будет тень нет это не так это сейчас вот утро и утром ну как бы солнце с другой стороны да немножко и сюда падает тень но в пол уже начиная где-то в полдень здесь тень уходит здесь очень много солнца вот вчера мы ее пересаживали здесь все было залито солнцем даже никакого тенечка на эти грядках не было поэтому все нормально клубничка здесь прекрасно я думаю вырастет дальше я посадила рассаду капусты наконец-то вот отпотела там внутри смотрите как поливала вот там очень тепло хорошо и тоже у меня оставалось три сорта семян капусты я посадила обычную белокочанная там какая-то просто цветную и там в самом конце брокколи еще в прошлом году мы точно также садили ой два года назад получается в прошлом году там ничего не садили вот и мы цветную очень любим в принципе она вся выросла и брокколи обычная поэтому вот здесь решили то же самое посадить так у нас только недавно прошла утренняя дойка все лежат отдыхают телятки тоже спят у нас что хотела еще рассказать у нас выгнали им общее стадо на пастбище уже пару дней наверное гоняют вот проходит она мимо нас поэтому мы всегда в центре событий мы получается вот в конце деревни до последний дом и и стадо пригоняют и встречают возле нашего дома вот но наши коровки стоят дома мы как и планировали мы не будем их выгонять в стадо они будут у нас без как это называется в общем без выпасного содержания не значит что они будут стоять в сарае нет у них будут выгулы то есть они будут гулять но вообще стадо они ходить у нас не будут ну по крайней мере мы пока этого не планируем и пока они прекрасно чувствуют себя дома они никуда не рвутся даже когда проходит стадо мимо мы думали там будут орать стоять что-то мычать рваться нет и все равно у них полные кормушки у них тенечек от жары они днем у нас гуляют но на на выгоне до нашем и все у них замечательно еда вода есть вот хорошо доятся поэтому какой-то никакого дискомфорта они не испытывают от того что они не на пастбище ну по крайней мере я переживала что они будут рваться да и как-то может быть там удвои снизят они запах там зеленой травы почуят как вот но многие об этом говорят что до к лету там снижаются удой нет у нас все идет ровно мы довольны и коровы в принципе тоже чувствуют себя пока хорошо пока так в общем стоим дома еще хочу вам показать свою рассаду вот такие помидоры у меня кое-какие тут вот один что под вытянулся вот это вот эти вот он тут один по самый здоровый вот здесь нормально вот помидор уже по моему скоро цвести начнут вообще шикарная рассада первый раз жизни у меня такая шикарная рассада получилось я даже с ней не возилась ничего здесь просто очень много солнца очень много и вот мои перчики тоже уже подросшие вот за счет солнца все растет в том доме у нас у меня вообще рассада не получалось ну что там было все деревьями вокруг закрыта солнце не пробивалось дома здесь как только солнце выйдет в полдень и весь дом полностью озаряется весь участок все грядки но вот сейчас еще рано тоже вот солнышко еще не до конца вышло вот и солнца хватает всем в общем расти здесь должно все хорошо так мы тут снова выехали в поля рядом с домом кто это не знаю тетерев блин я все время путаю тетерев и глухать кто из них с этими с красными не знаю это самочка она вообще не боится она прям возле машины шла и вот я думала улетит она топает все потихонечку у нее свои дела она свои вообще капец выехали мы немножко покопать металл опять тут недалеко от дома вот но у нас сейчас металлокоп будет наверное в течение всего сезона постоянно потому что если раньше это было какое-то просто хобби когда мы рядом с городом жили то сейчас это такой неплохой дополнительный доход почему потому что рядом с городом там нет такого количества полей где бы работала сельхоз техника да и оставляла когда-то свои запчасти еще при советском союзе вот что не скажешь о деревнях в принципе в местности в деревенской местности металла конечно гораздо больше и его проще найти и это уже превращается действительно в дополнительный доход вот типа вот таких запчастей вот такой вот шнек только что откопали вот он здоровый довольно тяжелый в общем вот так сережина хобби приносит нам доход вот какой доход деньги платят деньги платят за это не знаю кто ты деваешь вот он человек азартный ему это очень нравится самому поэтому да плюс физзарядка тебе не хватает нос кидать надо еще землю копать так ребят еще тут сережа выезжал на металлокоп и нашел такую штуку мы хохочем я не могу я вот открыл копать смотри что будем починить на сколько он ключ на 90 на 90 а бывают такие гайки ну да судя по всему как вообще что-то откручивать можно даже если существует такая гайка это сколько сил надо ее открутить трубу одел сверху по-моему сразу колесо откручивать не гайка на колесе прям колесо вот так вот чудеса вот раньше такие ключи были починить его придется короче его куда-нибудь убрать наши гайки не подходят да ну-ка чё там где он ты гайку показывал мне не подходит не шоу уже делает из ключей ножи да вот там что-то там тут подковать подковать прикинь секира такая капусту рубить а пока сережа ищет тяжелый металл я собираю в такие ведра старые меня их всего два пока угадайте для чего помидоры накрывать от мороза на ночь вот те кто живет давно у них целые запасы таких ведер у меня нету ничего а то хана придет моим помидорам в общем нужно собирать помаленьку вот одно у меня там без дна как надо ну вот здесь но можно будет убрать тоже вот второе нашли по целине такой очень глубоко нашли какой-то здоровый диск слёжа хочет попробовать его дернуть машины потому что к нему вообще не подкопаться очень глубоко он намертво там сидит я пожалуй подальше отойду чтоб не если что не прилетела ничего короче ничего нас не получилось затея не удалось потому что трос порвался он у нас старинный он уже рвался не раз там все на узлах уже вот поэтому придется копать короче ребят не удалось нам его откопать это очень долгая история время уже как бы нам скоро возвращаться назад мы все это дело закопали возможно мы сюда вернемся и со свежими силами все-таки попробуем выкопать это дело но очень интересно что же это такое все металлокоп на сегодня окончен сереже он весь едем домой все ты доволен я средненько никогда не бываешь доволен или все домой уговорила ехать уже пони вытащили это нибудь там еще не прошел здесь еще что-то не буду там посмотреть надо ты собрался куда-то переезжать я вся жизнь впереди еще здесь гулять ну там еще металл искатель возьмет и обязательно еще и вообще кто-то приедет а ты хочешь чтобы тут все было только твое все эти наличники поделись другими пусть тоже собирает да все погнали погнали домой там коровки заждались уже так вернулись мы домой и хотела еще показать что вот мы с другой стороны дома начали высаживать наш малинник слышали голос разорвали сейчас приду вот стали пересаживать малинку рядочком надо полить ее еще она сейчас конечно это как болеть будет вот здесь у нас будет маме ник мы еще первый класс свой поставили точнее тоже 2 банка 1 уже мы сейчас пьем это 2 с каждым разом он обычно все крепче и крепче хорошо получается вот можно уже начать окрошечку делать что за любовь здесь происходит коровки наши гуляют через забор сниму милка с вишней все остальные здесь же куда без них герда плюша где-то там сладко чего вася в тенек завалилась жарко дышит да у нас жара на этом на сегодня все мы уставшие довольны и вообще прям глаза в кучу морда загоревшие но не говорит так быстро загар прилипает когда солнце считает каждый день почти в зените до стоит очень солнечно увидимся в следующих видео пишите комментарии ставьте лайки всем пока 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 а а